всем привет здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый добрый вечер всем привет здравствуйте здравствуйте всем привет сейчас я вот включу что было видно отчет Здравствуйте, девчонки, мальчишки, всем привет, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Вы простите меня за мою не очень сегодня такую естественную улыбку. Я сегодня просто была в стоматолога. У меня так вот эта сторона еще пока немая. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Привет! Меня зовут Татьяна Панощук, в инстаграм я Таня Ровна, и у нас сегодня тематичный прямой эфир в нашем марафоне. У нас эфир по дизайну, и называется наш эфир «Осень в золоте». Мы сегодня с вами будем творить дизайны при помощи фольги, ну и черного цвета. Здравствуйте, здравствуйте, девчонки! Помада творит чудеса, 100%. Главное вот на эту сторону только, чтобы вот эта сторона вообще не попадала в кадр из-за не менее щеки после стоматолога. Спасибо большое, что ждали. Здравствуйте, девочки! Я не буду тянуть время на себе, так как сегодня не в форме и чувствую себя некомфортно. Я приведу на стол, вот, и сразу наведу камеру на дизайны. Так что вы уж простите, что я сегодня не буду вам долго улыбаться здесь. Здравствуйте, всем привет-привет! Я переворачиваю камеру, а вы пока, пожалуйста, поставьте плюсики, реакции, как мне слышно-видно. Хорошо ли все у нас со связью, чтобы мы могли стартовать. Так, и переворачиваю. Сейчас, хоть бы ничего нигде не сдвинуть. Ну, здесь у меня, как всегда, знаете, на столе, это даже творческим беспорядком не назовешь, это называется обрастание типсами. Все отлично, спасибо, мы вас любим. Ой, спасибо, девочки, спасибо большое. Сейчас я вот дизайн пока вам положу в кадр и буду настраивать свет. Буду настраивать все, что нам нужно для нашего прямого эфира. Хорошо видно, хорошо слышно, вижу ваши плюсики. Спасибо большое за сердечки. И еще будет такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть здесь участники, которые меня не знают, которые первый раз на прямом эфире, который я веду, потому что в этом марафоне я уже постоянный гость, и я люблю здесь участвовать, проводить прямые эфиры. Эфиры, вы мне, пожалуйста, скажите, есть народ, который меня не знает? Так, где моя резиночка есть? А я пока настраиваю все. И одену перчатку на одну ручку. Есть! Очень приятно, девчонки, познакомиться. Вижу, что есть люди, которые не знают. Рада очень, что мы наконец-то с вами знакомы. Здравствуйте, здравствуйте, девчонки, всем привет! Ну что ж, значит, по ходу прямого эфира мы будем знакомиться. И кто, возможно, просто подписался на всех спикеров, но не гулял по страничкам, не заходил в гости, я вас всех приглашаю на свою страницу. Таня Ровна, моя страничка в Инстаграм под прямым эфиром. Я обязательно сделаю ссылку, вы сможете зайти, посмотреть, потому что очень много даже вот с этих дизайнов вы сможете найти шпаргалки уже на моей страничке. Я имею в виду фото коллажи. Так что прошу милости сегодня в гости. Ну что ж, а мы с вами начинаем. Тема у нас, еще раз повторюсь, золотая осень. Мы сегодня с вами, осень в золоте, простите, вот. Мы сегодня с вами работаем с фольгой и будем учиться выполнять вот такого типа дизайна. Используется здесь два вида фольги. Если посмотреть вот ближе, да, мы будем вот такой лист выполнять с вами. Здесь видно, что есть участки фольги не совсем даже матовой, сатиновой, и есть глянцевая фольга. Ну и плюс матовое покрытие помогает нам выполнить вот такой интересный вариант дизайна. Все дизайны выполняются по одной и тот же схеме. Я имею в виду, что касается технических моментов, здесь все будет просто и доступно. Что вот по этих дизайнах, по насекомых, скорпион и паучок тоже есть у меня в профиле. Кому интересны вот эти именно дизайны, сможете перейти, посмотреть. Там прямой эфир есть в записи. Просто ниже нужно будет пролистать. Спасибо, девчонки, за комплименты. Спасибо большое вам. Всем, кто будет смотреть в записи, вам тоже огромнейший привет. Так, ну что ж, отодвигаю немножко выше и начинаем. Домашнее задание сразу вот, чтобы опередить вопрос. Домашнее задание будет выполнить любой дизайн, который вам понравился. Вот прям дизайн вот всех, которые вы сейчас видите. Любой дизайн выполняете, выставляете в сторис и отмечаете страницу Тани Ровна и страницу марафона Nail Intensive. Если нет возможности отрабатывать дизайны на типсах, на клиентах, возможно, вы сейчас в отпуске. Если нет, например, последний, скажем так, рывок отпуска перед рабочим годом, то, конечно, можно сдать конспект. Написать конспект и отправить либо в директ марафона, либо также выставить сторис и отметить страничку Тани Ровна, страничку марафона. Так, что нам понадобится для фона? Для фона я буду использовать цвет с нюдовой коллекции Эми, цвет 314. Поднадобится нам любой вот такой нюдово-кремовый оттенок. Вы можете даже использовать не обязательно цвет, вы можете брать камуфлирующую базу, либо камуфлирующий гель. Да, если вы работаете на гелевых ногтях, сделали архитектуру, запилили, если делаете с опилом, и можно выполнять дизайн. Так как у меня типсы, я, конечно, сделала покрытие в нюдовом цвете, и для нашего дальше продолжения дизайна я сниму липкость, только по той причине, что у меня очень жирная дисперсия в этого оттенка. Соответственно, мне будет некомфортно рисовать, вот я прям пробую, она жирненькая, вот мне будет некомфортно выполнять следующий этап. Этап я обезжириваю, только из-за этого, если у вас липкость после просушки сухая, у вашего цвета, вы можете липкость не снимать. И дальше буду использовать краску гелевую черный тюльпан. Здесь, на этом этапе, не принципиально, возьмете вы краску черный тюльпан, либо вы возьмете гель-лак. Сейчас нам просто нужен черный цвет. Вот когда мы будем работать с фольгой, я вам обязательно на этом сделаю акцент, что нужна краска для отпечатывания фольги. Здравствуйте, девчонки, всем привет-привет! Набираю на палитру краску. И сначала тонкой кистью сделаю себе скелет нашего листика. Кисть линеарная 5-дроб-0, темная синтетика. Кисть для тонких линий, любая кисть для тонких линий. И делаем скелетик нашего листика. Это я так ласково его называю, скелетик. Такой чертеж. Это у нас кленовый лист. Кто присоединился, возможно, девчонки, и не совсем понимают, что я делаю. И дальше делаю, кроме нашего центрального прожилка, еще 4 лучика. Можно даже сказать, что буква Ж у нас получается. Но я больше люблю все-таки не придерживаться схемы буквы Ж, а рисовать просто лучики. Иногда просто нужно какой-то ниже отправить, какой-то выше оставить. И не всегда они получаются одинаково по ровной линии. Есть. Набросы мы сделали. Дальше показываем окончание нашего листика. Чтобы было проще сейчас рисовать. Стрелочки как будто рисую. Вы можете просто здесь поставить, там точки не имеет значения. Я уже просто привыкла так стрелочками. Мне так удобнее дальше работать. Комментарии, к сожалению, сейчас не могу видеть. Так что, если есть вопросы, подождите, пока я поставлю в лампу сушить. И тогда отвечу. И меняю кисть на мазок номер полтора. Не принципиально мазок полтора возьмете, либо мазок возьмете там нолик, единичку. Не имеет значения. Вы можете вот на этом этапе зафиксировать в лампе подсушить. Но я специально не сушу, чтобы не тратить время. А сразу буду прорисовывать часть нашего листика. Смотрите, что мы сейчас рисуем. Мы сейчас добавляем сюда элементы, которые помогут сформировать нам край листика. Соединяю наши стрелочки между собой. Такими как рифленым краем рисуем. Рифленый край делаем. Сейчас мы форму поправим. Закрасим все. Посмотрим, где нам нужно добавить, где, возможно, увеличить нужно, прежде чем сушить. Всем, кто присоединяется, привет! У нас сегодня творческий прямой эфир. Мы сегодня с вами делаем дизайны с использованием фольги. Вот, я вижу, что мне нужно вот здесь вытянуть вершину, сделать побольше. Лист у нас, конечно, получается схематичный, девочки. Это не натуральный прям кленовый лист. Но форма должна считаться обязательно. Нельзя сделать кленовый лист круглым. Вы понимаете, да, что должна считаться форма листика. Вот. И теперь мы можем сушить эту половинку в лампе. Сушим 30 секунд, минутка. Зависит от того, насколько у вас лампа уже поработала. Я в своей лампе буду сушить одну минуту, потому что у меня лампа уже давно не первой свежести. Так что просушу дольше. Сейчас могу прочитать ваши вопросы, если такие есть. Если нет, я сразу буду продолжать следующий дизайн, чтобы мы успели сделать с вами два, а не один. Так, смотрю, были ли вопросы. Рублев колонок. Рублев кисть натуральная. Еще раз покажу кисть. Вот, смотрите. Рублев колонок натуральная. Хотя не принципиально здесь. Возьмете натуральную, либо синтетику, непринципиально будет. Так, и выполняю сразу на следующей типсе тоже заготовку. Просушу и продолжим два дизайна. Обезжириваю. Так как у меня липкость, у моего покрытия жирная, и подмалевок будет растекаться, я обезжириваю, чтобы мне было удобнее рисовать. И мы с вами сделаем яблочко Apple. Подойдет для клиентов, которые владеют айфонами, ну, либо для клиентов, которые просто визуализируют себе новый айфон. Подмалевок яблочко. Кто рисует фрукты, ягоды, подмалевок похож на вишню. Ну, либо вот, я всегда акцентирую на вишню, потому что вишенка рисуется с вмятинкой вверху. Либо помидорчик. И спускаемся вниз на заужение немножко. И так же будем делать небольшую такую ямочку. Краской рисую черный тюльпан. Хотя сейчас не принципиально. Краска, либо гель-лак нам нужен просто черный цвет. Если есть вопросы, потерпите. Поставлю в лампу и смогу посмотреть в экран, потому что я сегодня эфир веду сама. Обычно мне помогает мой партнер по жизни, по работе. Но сегодня я одна. Так, проверяю себя и сушу в лампе одну минутку. Так, смотрю, вопросы были. Да, рисую краской гелевой черный тюльпан. Покажу вам. Вот черный тюльпан. Хотя можно взять черный гель-лак. Любой черный гель-лак. Я использую черный тюльпан, потому что дальше тоже буду этой краской работать. Так, где наш лист? Достаю наш листик. И перекрываю теперь весь наш рисунок топом без липкости. Можете использовать любой топ без липкости, которым вы работаете. Можно использовать топ-текласс. Он прекрасно подойдет для этого дизайна. Единственное, нужно очень хорошо просушить топ без липкости. Топ-текласс есть резиновым топом. И если вы его мало просушите, то на него тоже отпечатается фольга, даже если вы забафите покрытие, поверхность. И сушим в лампе 2 минуты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, девочки, за комплименты. Наше яблочко тоже просушилось. И мы сейчас делаем хитрость. Мы сейчас отгрызаем кусочек нашего яблочка. Для этого мы используем тот же цвет, который использовали для фона. Если бы вы краской гелевой делали покрытие, то красочку используете. Если гель-лак, то гель-лак. И вот этот дизайн выполнять просто на камуфлирующем покрытии будет некомфортно, так как нам нужно будет потом кусочек закрашивать, кусочек яблочка отгрызть. Так что здесь обязательно под яблочко делайте какой-то фон. И кусочек отгрызаем. Можно, конечно, сразу делать подмалевок, чтобы он был прям вот с кусочком фирменной формой. Но, как показала практика, так не очень удобно и не всегда получается корректная красивая форма. Так что мы хитрим, делаем сначала черным цветом целиком, а потом убираем часть. Сушим в лампе 30 секунд 1 минутку. А, я еще листик буду сушить. Пардон, забыла, что 2 минутки нужно просушить. Для дизайна яблочка нам понадобится еще один вид декора. Это бархатный песок. Я думаю, что многие знакомы с бархатным песком. Вот он делает такую красивую фактуру. Видите, какая классная фактура получается. Я надеюсь, что эфир передает, ну, камера передает, я увеличу. Вот такая красивенная прям фактура идет. Такое впечатление, что черный какой-то насыпан песок. Но это все бархатный песок цвета прозрачного. Он насыпается на любой оттенок краски гелевой, либо густого гель-лака. И приобретает после просушки цвет оттенка, на который вы его насыпали. Так что материал многофункциональный. Я сыпала на черную краску, поэтому у меня получился вот такой черный бархатный яблоко. Я как грузин, черный бархатный яблоко. Черный бархатный эффект. Такой же эффект у меня идет и на тыковке. Вот такой тыква. Вот это вообще на день Хэллоуина очень классно подойдет. Либо просто для осеннего дизайна. Ну и на паучке, вот пока там у меня дизайн сушится, на паучке у нас тоже здесь идет бархатный песок. Если у вас нет бархатного песка, часто спрашивают, можно ли заменить бархатный песок чем-то другим. Сейчас, простите. Сейчас, это съехал телефон. Можно заменить, конечно, попробовать чем-то, но вот акриловая пудра, девочки, такой эффект не делает. Вот акриловая пудра все равно делает намного мягче вот эту фактуру. Бархатный песок делает именно красивый такой эффект песка. Прям не зря так называется. Так что советую все-таки бархатный песок иметь. Краска с липкостью использовалась. Так, теперь что мы делаем? Мы бафим поверхность нашего листика. Мы перекрыли топом без липкости и бафим. Я использую бафик, не новый бафик, который уже пожил, увидел много ногтей, коррекции, да, и теперь может просто служить нам для дизайнов. Возможно, он даже хочет умереть, но я ему не даю. И бафим полностью покрытие. Также на клиентах, девочки, бафим без проблем. Вот я, когда на клиентах делаю отпечатки фольгой, да, любой там какой-то момент с фольгой, я всегда перекрываю топом без липкости и бафлю. Даже если у меня топ без липкости. Потому что часто фольга печатается даже на топ без липкости. Потому что резиновые топы, они в лампе нагреваются и также на себя берут отпечаток фольги. Поэтому лучше, чтобы потом 10 раз не переделывать, сделать сразу все хорошо. Простите за вот это вот дрожание камеры. Мельчу бафиком, но иначе никак. Не хочу убирать, чтобы вы понимали, что я делаю. Все, забафили, обезжириваем. Да, бархатный песок ничем не заменить. Можно, я говорю, в некоторых дизайнах взять акриловую пудру, но поверьте, все равно получается не так красиво, как и с бархатным песком. Я забафила. Здесь есть часть блеска, но я здесь все равно сейчас буду рисовать. Так что мне не страшно. И рисую вторую половинку. Рисуем вторую половинку. Вот мы сейчас четко должны просто дорисовать половинку. Особенно вот красиво сделайте это по центру. Проведите максимально ровную линию. Сейчас принципиально использовать для рисования краску для отпечатывания фольги. То есть, если вы работаете не эми, не черным тюльпаном, то у вас должна быть какая-то краска для отпечатывания фольги. Ну, либо вы там работаете другим материалом каким-то. Не краской там, допустим, а кто-то использует клей. Но нужен материал для отпечатывания фольги. Потому что вот после просушки здесь мы уже будем печатать фольгу. Не смотрю в экран, не вижу комментариев. Сейчас вот поставлю сушить и отвечу, если есть вопросы. Вот трудно без человека, который читает комментарий, да? Как-то, когда что-то имеешь, привыкаешь к чему-то хорошему, да? Ты его не ценишь. А потом понимаешь, что эх, все-таки надо, надо. Есть. И теперь сушим под отпечаток фольги краску гелевую черный тюльпан. Сушим. Сейчас скажу время просушки. От 30 секунд до полторы минуты. Опять же, будет зависеть от вашей лампы. Если лампа новая, эми, например, да, то можно сушить 30 секунд, 45 секунд. Там хорошо просыхает. Но у меня лампа эми уже поработала. И я буду сушить, девочки, полторы минуты. Потому что у меня уже, ну, качество просушки не то, что было раньше. Ставлю сушить и отвечаю на ваши вопросы. А если нанести ультрашайн и забафить? Будет держаться? Ультрашайн идет все-таки стеклянный топ, да? Он прям такой, как жирненький, когда его наносишь. Конечно, если вы его просушите там 30 секунд и забафите, то да, будет держаться, потому что мы потом фольгу все равно перекроем либо топом слайдер еще, либо базой. Сцепка у нас пойдет. Но я все-таки ультрашайн не люблю для промежуточных дизайнов. Я за резиновые топы для промежуточных дизайнов. За Teclas, либо вот другой любой какой-то резиновый топ. Ультрашайн использую исключительно только на финишное покрытие, на арочные ногти. Он очень красиво ложится, тонко именно на арочные ногти. Покажу, о каком я топе сейчас рассказываю. Ультрашайн. Прям вот блестит супер. Он такой устойчивый к царапинам. Классен все, но не для промежуточных дизайнов. Для чего бафим? Бафим для того, чтобы у нас фольга не отпечаталась на наш фон. Какую я буду использовать фольгу? Пока сушится, рассказываю. Я буду использовать две фольги. Буду использовать фольгу желтое золото и фольгу сатин. Люблю очень фольгу сатин. Она красиво смотрится в дизайнах. И люблю их две между собой комбинировать. Именно эти две фольгушки дают нам такой эффект. Видите, вот как красиво смотрится. Часть пропечатана фольгой сатин, а часть фольгой желтое золото. И получается, как будто золотой мраморный эффект. Это все эти две фольгушки. Кто, девчонки, не работает в технике литья при помощи фольги? И, возможно, какие-то у вас моменты там получаются не очень хорошо. Я вам советую попробовать черный тюльпан и фольгу желтое золото. Желтое золото, супер мягкая фольга. Прекрасно печатается на черный тюльпан. Вот эта парочка просто беспроигрышный вариант. Лучше всего, если не работаете в такой технике, то пробовать именно черного тюльпана и желтого золота. Так, просушила. И печатаю. Сначала печатаем фольгой сатин. И я бы советовала ее даже вот так немножко подпортить, если она новая у вас. Если она не новая, то просто работать старой фольгой. Бывает так, знаете, уже она попечатала немножко, и вы просто используете остатки. Вот, отпечатала. И допечатываю все желтым золотом. Вот здесь уже прижимаю сильнее. Если там я прям так аккуратненько еле касалась, да, то желтым золотом я уже прям так смело печатаю. Постоянно сдвигаю фольгу, чтобы печатать обязательно чистым кусочком. Смотрю, проверяю себя, все ли хорошо допечатала. Вижу вот здесь кончик еще. Прижимаю. Даю время фольге проконтактировать с поверхностью краски. Не делаю резких движений. Вот взяла, прижала, подержала, пальчик не двигаю туда-сюда, подержала и убрала. Сейчас, оторвала резким движением. Вот здесь уберу, это я фольгой сатиновой, из-за того, что я ее жмакала, она дала мне такой кусочек блеска. Вот, показываю вам ближе. Отпечатали две фольги сатин и желтое золото. Теперь ничем не перекрываем, сразу рисуем тонкие прожилки на вот этом кусочке нашего листика. Добавляем прожилки, прорисовку. Сейчас вот что-то здесь. Вот, все. Для этого буду использовать, опять же, краску гелевую черный тюльпан и кисть линейная 5 дробь 0 темная синтетика. Кисть для тонких прорисовок. Возможно, у вас какая-то другая волшебная кисть для тонких прорисовок. Я только за. Главное, чтобы были тонкие линии. И краска гелевая черный тюльпан. Принципиально краска та должна быть, на которой вы печатаете фольгу. У Эмми это краска черный тюльпан. Здесь не просто черный цвет любой берете, а берете именно цвет, на который вы печатаете фольгу. Выполняем тонкую прорисовку. Я иду сначала по контуру. Набираю каждый раз, видите, возвращаюсь в палитру и добираю красочки, чтобы линия была у меня четкая и тонкая. Чтобы и не наливать много материала, и чтобы не было такого, что я просто провела полупрозрачную линию. Линия у вас должна быть явная. Иначе у вас фольга тоже не пропечатается. Потому что часть краски все равно уйдет в вот этот след от бафика. И нам нужно, чтобы все-таки линия была такая, немножко с объемом. Полностью дублируя наш край. И здесь очень, кстати, легко это делать, потому что линия неровная. Вот на яблочке будет тяжелее, потому что на яблочке у нас ровные линии будут. И там прям нужно контролировать нажатие. А здесь без проблем. К этим дизайном я советую делать черные однотонные ногти. Но это просто прям моя любовь, именно черное покрытие к таким дизайном. Конечно, вы можете выполнять какие-то свои варианты покрытия. Либо просто нюдовые все остальные ногти делать. Но я за то, чтобы были черные. Смотрится просто шикарно. Хвостик добавляю. И хвостик вот внизу. Хвостик я немножко прям утолщаю, чтобы как окончание такое натуральное было. Ну и, конечно, прожилки. Куда же мы без прожилок? Прожилки мы ведем от точки, где у нас вот сходились все наши линии именно скелетика. Помните, мы вначале с вами скелетик нарисовали нашего листика. Вот так мы ведем прожилки именно с точки, где у нас сходились все линии. У нас получается две прожилки будут нарисованы. А центральная у нас уже сформировалась именно с того, что мы печатали предыдущие две наши фольги. Но я все равно добавлю от центральной, как бы такие тонкие, маленькие. Минус, когда работаете по забавленной поверхности, в том, что у вас получается, как бы линия не очень хорошо держится. Она как бы убегает именно по забавленной поверхности. Но зато вы можете выполнить такого типа вот дизайны интересные. Теперь можем сушить в лампе. Также просушка будет в моей лампе полторы минутки. Но я всегда советую, вот если вы с фольгой не работали, попробуйте просушку от 30 секунд. Сначала на 30 секунд, потом на 45, потом на минутку, потом на полторы. Если у вас на фольге с другой стороны не остаются жирные отпечатки, вот видите, вот с другой стороны, если есть вот такие жирные отпечатки, видите, жирное пятно такое вокруг, место, где отпечаталась фольга. В таких случаях нужно досушить, если есть вот такие жирные следы. Если отпечатается все хорошо, без жирных вот этих контуров, значит вы просушили правильно, сделали, подобрали правильное количество просушки именно в вашей лампе. Так, что у нас там яблочко наше? Яблочко мы сейчас тоже перекрываем топом без липкости и бафим. Дальше у нас тоже пойдет уже дизайн по, дизайн с фольгой продолжение будет. Так что перекрыла, сушим и бафим. Это Синуля по фольге ходил, да-да-да, это Синуля. Это я на самом деле делала такой дизайн с ножками. Вот, я выставляла в сторис его, прям маленькие такие ножки детские делала перед родами. Хотела такой дизайн. Могу пока вопросы, если есть, девчонки, вопросы прочитать. Так, что у нас там сушится? Так, для тонких прожилок мы будем тоже использовать фольгу желтое золото. Сейчас я чуть-чуть отдалю, для того, чтобы я отпечатала и вам было видно. У нас просушился наш листик. Я пока еще сушу яблочко. А на листик мы начинаем печатать. Печатаем в фольгу желтое золото. Также вот, девчонки, я прижала. Раз, два, три, четыре, пять. Оторвала. И с другой стороны смотрю. А-а-а, красиво, все хорошо печатает. Значит, я просушила правильно фольгу. Раз, два, три. Оторвала. Не делаем никаких таких, знаете, испуганных движений. Так не надо. Прижали. Дали время фольге проконтактировать с липкостью краски. И забрали, оторвали одним движением. Раз, два, три. Оторвали. Я сейчас проверяю ближе, смотрю, все ли у меня допечаталось. Вот. Здесь кусочек такой. Фольга просто под лампой блестит. И нужно очень так хорошо досмотреть, все ли у вас там пропечаталось. Все, все у нас пропечаталось. Сейчас я вам ближе наведу. Вот. Чтобы вы посмотрели линии. Видите, все линии блестят. Все хорошо пропечаталось. Эта у нас краска была черный тюльпан для отпечатывания фольги. Эту сторону мы вообще с вами не трогали. Мы ее только раз проработали. Здесь никаких прожилок уже не будет. Если у вас где-то, девчонки, отпечаталась фольга вот на ваш темный фон, вы можете немножко схитрить и подкрасить. У меня здесь вот здесь не нравится какой-то блеск фольги появился. Все. Я убрала, подкрасила. Это просто, чтобы вычистить фон. Чтобы чистота была именно на черном кусочке листика. И подсушу. Обязательно фольгу подсушивайте. Вот сейчас я просто продолжаю дизайн и я ее фиксирую в лампе. Но вы даже если вот готовы перекрывать сейчас топом, фольгу досушиваем в лампе 30 секунд. Ножки на типсах у меня где-то остались, но я, девчонки, сейчас не найду. Они где-то в коробочках. Я в сторис выставлю у себя. Так что посмотрите в сторис у меня. Так, бафим. Просушили и здесь тоже бафим. Зачем бафим? Кто присоединился, возможно, либо упустил этот момент. Бафим мы для того, чтобы потом работать с фольгой. И у нас фольга не отпечаталась на топ без липкости. Несмотря на то, что мы использовали топ без липкости, после просушки в лампе резиновые топы нагреваются. И, конечно же, берут тоже на себя фольгу. Вот, поэтому обязательно я бафлю. Это мой выбор. Вот, честно слово, однажды на клиентке попробовала не бафить. Просто перекрыла топом без липкости. Просушила 2 минуты. Сняла, вроде бы обезжирила, да, на всякий случай. У меня фольга отпечаталась везде. После того случая я всегда бафлю. То, что мне пришлось переделывать дизайн. И обезжириваем. Снимаем вот эту всю пыль. И обрисовываем. Делаем контурную обводку и обязательно рисуем листик. Здесь уже будет тяжелее сделать обводку по той причине, что у нас обводка здесь ровная идет. Но я имею в виду, что мы здесь не можем делать рваный край. Хотя, если вот фантазию включить, то можно и рваный сделать. Но все же. Здесь у вас тоже будет возможность сделать коррекцию вашей линии, если она получится слишком толстая. Но это уже потом, когда мы начнем готовить форму для засыпания бархатным песком. Стараемся, чтобы линия у нас не была просто прозрачная. Чтобы линия ваша была как немножко с объемом. Чтобы краска хорошо отпечатала на себя фольгу. Если у вас будет просто промазана липкостью краски, у вас, конечно, фольга не отпечатается. Потому что мало липкости. Должно быть хорошее липкое сцепление. Использую гелевую краску черный тюльпан. Я сейчас, девочки, еще раз ее покажу в кадр. Черный тюльпан для отпечатывания фольги. Краска, которую можно использовать не только для работы с фольгой. Мы ее используем и просто для черного френча, для однотонного покрытия. Это не только краска, а только для отпечатывания фольги. Вы можете работать и просто как покрытие. Так, листик. Листик, я думаю, это будет самое простое, что в этом дизайне нужно будет повторить. И сушим в лампе от 30 секунд до полторы минутки. В моей лампе будет полторы минуты, потому что у меня лампа уже старая. Если у вас лампа новая, то достаточно будет просто просушить 30 секунд, если лампа мощная. Так, наш листик. На нашем листике нам нужно еще сделать тень возле листика. И мы будем готовы перекрывать наш дизайн уже практически финишным покрытием. Для тени будем использовать топ без липкости. Смешаем с черной краской, либо гель-лаком. Не принципиально, что возьмете, но так как мы работали черным тюльпаном, я беру черный тюльпан. Топ без липкости, капаем на палитру и выполним тень. Нам нужен эффект вуальки. Мешаем полупрозрачный оттенок колготки 10-15 ден. Вот такой цвет должен быть у вас. Полупрозрачный. И рисуем тень возле нашего листика. Тень размещаем со стороны, где у нас больше фольги. Ну, просто так красивее будет смотреться именно сама тень с этой стороны. Потому что здесь и так черного много. И на кленовом листике тень падает очень интересно. Нам не видно целиком прям полоску. А мы кусочками отображаем нашу тень. Возле одной половинки вершины. Возле другой вершины. И спускаюсь вниз. Также тень немножко уйдет сюда. Прям чуть-чуть. Ну и не забываем поставить тень возле нашего хвостика. Здесь она может идти прям с одной и с другой стороны чуть-чуть. Теперь сушим в лампе 30 секунд. Так, а если золотой пылью? Наталья спрашивает. Золотой пылью имейте в виду не печатать фольгу, а втереть пигмент золотой. Да, вот у меня он тоже есть на столе. Золотой пигмент. Можно так делать, но там не тот эффект. Вот правда не тот эффект получается. Правильно написали. Не тот эффект. Немножко не такая сочность и яркость линий получается. Хотя я пигмент использую в тот момент, когда не очень хорошо отпечаталась фольга. Я дотираю пигментом. То есть есть такой момент, что можно использовать и пигмент. Так, я уже не помню сколько я просушила. Сколько я сушила. Сейчас я попробую кусочек. Сколько у меня простояло яблочко. Сейчас я кусочек попробую и буду знать. Итак, опять же начинаем печатать. Прижала. Раз, два, три. Оторвала. И проверяю. А, достаточно просушилась. Видите, хорошо отпечатался кусочек. Можно печатать дальше. Вот если где-то что-то сейчас не допечатается, мы дотрем пигментом. Если есть такой момент, будет у нас, да, то дотрем пигментом. Я так часто использую пигмент, как палочка-выручалочка, если где-то вот не досушила. Либо пересушила. Хотя черный тюльпан, вот сколько я уже им работаю много лет, его пересушить очень тяжело. Скорее можно не очень хорошую линию выполнить. Я имею ввиду, возможно, где-то прозрачную линию сделать. Но пересушить его сложно. Так. Допечатываю все, что вижу. И смотрите, если вы недовольны своей линией, где-то вам не очень нравится, что вы там пропустили, возможно, да, мы можем дотереть пигментом золотым. Прикрыть все недостатки, скажем так. Сейчас я поправлю типсу. Пигмент набираем с крышечки. Я использую обычный, самый дешевый пигмент. Можно использовать пигмент золотой Эми, у кого тоже он есть. Я использую самый дешевый, потому что он у меня есть дома на столе. Так. Убираю излишки. Кисть использую веерок. Казалось бы, самая бесполезная кисть. Я долго в начале своей карьеры мастера не знала, куда ее применить. Но потом, вот для таких дизайнов просто супер, когда нужно убрать остатки пигмента, либо пыли. Смотрите, у нас на черном фоне кусочек пигмента из-за того, что липкость попала от фольги. И ничего страшного, потому что там мы будем все закрашивать. Так что здесь нам не принципиально, что там осталось где-то золотишечко. Сразу на яблочке тоже делаю тень. У меня уже есть замес, который я готовила для листика. Так что тот же замес я использую для яблочка. И делаю прорисовку. Чтобы было интереснее, я тень изображаю со стороны, где у меня именно вот этот откушен кусочек. Так. Вот, заканчивается у меня тень. И потом получается она у нас чуть-чуть ниже продолжится. Возле листика. И тоже сушу в лампе 30 секунд. Сушим, сушим, сушим. Так, листик наш готов. Мы можем либо приклеить какую-то наклейку еще, да, вот как у меня на этом листике варианте. Я приклеила наклейку шермикон. Если у вас на ноготочке места мало, то наклейку не клейте. Так, не надо все прям, что у вас есть, да, все для клиента, да, на один пальчик. Экономим. Не помещается наклейка. На соседний пальчик клеим, чтобы все выглядело красиво, эстетично, правильно, вот все не перегружено было. Так что я сюда наклеечку не клею, к яблочку приклеим наклейку. Как правильно закрепить фольгу? Девчонки, здесь тоже важный момент. Вы фольгу должны перекрыть либо тоненько базой, но тонко, аккуратно прям. Либо вот для закрепления фольги я всегда использую топ-слайдер. Прекрасный топ. Он сам по себе, кстати, имеет очень хорошую клеевую липкость после просушки. Мы на топ-слайдер тоже печатаем фольгу, если на весь ноготочек нам нужно отпечатать. В этом варианте я просто буду топом слайдер закреплять. Если у вас топа-слайдера нет, возьмите жидкую базу. Базу, которой вы там работаете. Тоже, когда работаете, вот покрытие фольги выполняете, старайтесь не сильно тереть кисточкой именно по фольге. Ну и не делайте объем большой. Вот нанесла, сушу в лампе теперь одну минутку и могу перекрывать свой лист. Простите, я стол трогаю, он дрожит. Так, яблочко-тень просушили. На яблочке клеим наклеечку и перекрываем тоже. Так, какую наклейку можно использовать? У меня вот такие шермиконы еще старой коллекции. У меня их много, поэтому я их доработываю. Доработываю. Дорабатываю. И можно использовать уже новые шермиконы. Есть много новых шермиконов у Эми. Любую надпись, которая вам нравится. Можно даже вот что-то с такого золотишечка тоже приклеить. Ну, в общем, это уже индивидуально, что вам подходит по настроению и, конечно же, для вашего клиента. Не забываем спрашивать у клиента, что бы она хотела. Пинцетиком беру маленькую наклеечку и клеим внизу нашего яблочка. Стараюсь ровненько, конечно, попасть, чтобы красиво все было. Так как у меня поверхность забафлена, наклейка клеится без проблем. Прижала пальчиком, зафиксировала хорошо. И теперь тоже перекрываю топом слайдер. Топом для закрепления фольги. Помните, лишний раз не возюкаем кистью по фольге. Вот покрыли, покрыли и все. То, что у нас блестит пигмент на черном фоне, нам это не мешает. Потому что мы дальше будем там сыпать бархатный песок. Сушим одну минутку. Здесь у нас топ уже просушился. Топ слайдер. И мы перекрываем матовым топом. Матовым, который вам нравится. Которым вы работаете. Я буду сегодня использовать топ Виктория Вин. Матовый, без липкости. Можно использовать топ Эми Вельвет. Тоже обожаю. Но он у меня, опять же, на работе. Есть минуса, когда ведешь эфир в домашних условиях. Всегда вот чего-то не хватает. Матовым топом старайтесь не покрывать с объемом. С выравниванием. Потому что матовые топы часто могут сделать вам эффект ежика в тумане. Дымку дать. Если любите глянцевое покрытие. Вот видите, вот так будет смотреться в глянце. Нравится вам в глянце? Оставляйте в глянце. Покрывайте глянцевым покрытием. Но фольгу закрепляйте двумя слоями топа. Либо у вас два раза ляжет топ глянцевый. Я имею ввиду, сначала можно перекрыть топом слайдер. Он с липкостью. Потом глянцевым топом. Либо у вас второе покрытие должно быть матовый топ. Два раза закрепляйте. И тоже перекрываю матовым. Если, девчонки, у вас останутся вопросы после прямого эфира, вы можете мне задать либо в директ, сделать скрин, прислать, что у вас вопрос по этому эфиру. Либо под эфиром пишите вопросы. Я буду заходить и смотреть, чтобы вам поотвечать. Буду контролировать этот момент. Матовый топ сейчас буду сушить не меньше минутки, чтобы хорошо дальше работать было комфортно. Пока сушится матовый топ, если есть вопросы, задавайте. Повторюсь, для тех, кто присоединился не с самого начала, вот что касается скорпиона и паучка. Сейчас я вот так их сделаю. Скорпион и паучок у меня есть в ленте. В моем профиле Таня Ровно. Тоже сохранен прямой эфир, но он ниже прям в ленте. Пролистайте. Я его продублирую, поделюсь себе еще в сторис, чтобы вы посмотрели тоже, чтобы проще было найти. Там есть как раз вот этих два варианта. Пока матовый топ сушится. Дальше по матовому топу мы будем прорабатывать наши дизайны топом без липкости. Используем топ Текласс. Капаем на стекляшку. И готовим кисть для прорисовки. Прорисовывать я буду кисточкой мазок полтора рублев. Но можете использовать любую кисть, которая вам будет удобна. Можно взять кисть потоньше даже. Вот знаете, в чем классно работать матовым топом? Вам всегда матовый топ покажет, где вы плохо отпечатали фольгу. Видите, вот здесь кончик мне не было видно, а он черненький остался. Мы сейчас его продублируем и все будет хорошо. Смотрите, эту половинку дублируем целиком. Важно, чтобы матовый топ у вас был. Вот я использую матовый топ без липкости. Обычно матовые топы без липкости, они хорошо потом покрываются глянцевым и возвращается эффект блеска. Есть топы матовые, которые не дают потом эффект блеска, если вы вот так пройдетесь с топом без липкости. Которые съедают фольгу. Это обычно топы с липкостью так матовые ведут себя. В общем, в любом случае, прежде чем работать на клиенте, отрабатывайте дизайны на типсах. Тогда вы будете знать все нюансы, которые вам может ваш материал подбросить. Ну и тонкие наши линии мы тоже дублируем. Я работаю кистью мазок просто носиком. Все дизайны, девчонки, те, которые у нас там остались за кадром, я сейчас уберу, вы увидите, кто присоединился. Они выполняются по той же схеме, что и наши два варианта. Я специально вам два варианта даю. Именно таких, которые в себе технически раскрывают возможность выполнить и другие дизайны. Полная просушка обязательно в конце у вас должна быть 2 минуты, чтобы вы хорошо засушили топ без липкости. Видите, все линии начинают блестеть. Старайтесь на фон, конечно, черный не попадать. И помните, тоже важный момент, на клиентах всегда легче делать. На типсах сложнее всегда. У клиентов все-таки ноготочек меньше, и там легче делать. Практика показывает легче намного. Все, фиксирую в лампе, поставлю капельки, и будет наш лист готов. Я сейчас зафиксирую и сразу капли поставлю, чтобы было проще, чтобы был готов у нас дизайн полностью. Вопрос, а если нет краски, другая черная краска подойдет или на ней не будет печататься фольга? Здесь именно нужна краска для отпечатывания фольги. Если у вас не краска черный тюльпан, а другая какая-то краска, вы должны уточнить у производителя в магазине, где покупали. Отпечатается ли на эту краску фольга? Подходит ли она для отпечатывания фольги? Потому что есть и другие черные краски, на которые фольга подождет, пока яблочко. Фольга печатается, но это нужно уточнять. И оставлю еще пару капелек, такие капельки росы, добавляя также капли на фон, чтобы поинтереснее было. Но это тоже уже по желанию. Мне так нравится, когда капельки добавляются, такая тень возле капелек. И просушка в конце 2 минуты. Это где-то яблочко. На яблочке мы также, сейчас вот в матовом тоже красиво смотрится, на яблочке мы также дублируем тонкие линии. И здесь, если вы попадете на черный фон, то не страшно, потому что в серединке у нас будет бархатный песок. Я сейчас не буду отвлекаться на комментарии, девчонки, потому что, во-первых, рисую, во-вторых, хочу ускоряться, чтобы я сохранила эфир. То, что время бежит. А хочется, чтобы вы смогли пересматривать в записи обязательно эфир, чтобы была возможность несколько раз посмотреть. И освоить полностью технику. Так, сушим в лампе 1 минутку. И готовим бархатный песок. Пока сушится в лампе, я рассказываю о бархатном песочке. Смотрите, девчонки, это бархатный песок. Материал, который мы будем использовать именно для эффекта такого черного бархата, черного песка на поверхности нашего яблочка. Он одного цвета, но принимает оттенок краски, либо гель-лака, на который вы его насыпаете. Покрываю наше яблочко полностью черным цветом. Вот серединку прокрашиваю черным цветом. Не сушу в лампе и засыпаю по-мокрому бархатным песком. Вот когда наносите краску под бархатный песок, всегда наносите с объемом. Чтобы было достаточно материала для создания такой твердой бархатной фактуры. Если вы тонко нанесете краску бархатному песочку, не будет куда топиться, проникать, и у вас этой фактуры не получится. Носится бархатный песок прекрасно, не бойтесь. Ничего там не отвалится у клиента, все будет хорошо. Проверено годами. Охватает бархатного песка, вот всегда шутят. Говорят, что хватает на всю жизнь и потом еще останется. И засыпаем бархатным песком. Сыпем прям несколько-несколько раз. Сейчас, простите, я уберу дизайны все, чтобы было хорошо видно. Насыпаем прям на сырую краску. Сыпем, сыпем, сыпем. И вот так сушим в лампе. Прям насыпаем раз 8-10. И сушим в лампе. Просушка в 2-4 минуты. Прям хорошо просушите. Что нам дает бархатный песок? Вот сейчас просушится. Я надеюсь, успею показать. Бархатный песок нам дает вот такую красивую фактуру. Это тоже бархатный песок, насыпан на черную краску. Вот такой завершающий вариант нашего дизайна. Ну и само собой, яблочко наше, вот яблочко, листик наш тоже готов уже. Он уже просушился, полностью готов. Вот такая у нас получилась с вами осень в золоте. Сейчас я верну обратно. Вот так. Если, девчонки, у вас где-то что-то вопросы остались, вы потом под прямым эфиром, пожалуйста, мне продублируйте. Продублируйте, потому что сейчас не хочу терять время, чтобы сохранить эфир. А черный может не просушиться под песком. Если мало будете сушить, то не просушится. Вот сушите, не поленитесь, просушите 4 минуты, прям чтобы хорошо. Я сейчас просто уберу, чтобы быстрее все было, да? Убираем излишки. Всегда излишки старайтесь убирать в коробочку обратно, чтобы перерасход материала был маленький. И показываю ближе. Вот он, бархатный песочек. Я буду досушивать наш дизайн и сохранять прямой эфир. Спасибо вам большое, девчонки, за компанию. Мало времени осталось, хочу обязательно сохранить. Так что переходите все обязательно в мой профиль Таня Ровно. Будем дружить и вдохновляться с вами уже там. Спасибо за то, что участвуете в таких крутых марафонах. И надеюсь, увидимся с вами обязательно еще. Песок не цепляется, не переживайте. Он буквально за день-два на клиентах станет такой мягенький. Прям уйдет вот все лишнее и останется только бархатная фактура. Все, люблю, целую, обнимаю. Ваша Таня Панащук. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok